Привезли вот этот валун из мест, где были калмыки солдаты. Вы знаете, солдат рядовых и сержантов снимали с фронта, офицеров еще многих оставили, не всех офицеров сняли. А рядовых и сержантов снимали и отправляли в широк лаг. Вот там мой дед, кстати, сгинул в этом широк лаге. Говорят, его сосной придавило, но я так слышал такую версию. И установили здесь вот эту память именно об этих солдатах и сержантах, которые в этом широк лаге были. Наша была просьба, но они, наверное, лучше помнят, расскажут. По-моему, наша просьба заключалась в том, чтобы здесь, в родине, сделали мемориал, а может быть даже открыли музей. Ну, сейчас я предоставляю слово по алфавиту сначала Борису Михайловичу Анжаеву. 30 лет назад, в сентябре месяце, мы создали Народный фронт Калмыкии для того, чтобы добиться справедливости в отношении нашего народа. С тех пор рухнула та власть, которая называлась советская. 30 лет мы уже строим демократическое государство, так называемое демократическое государство, да? А вот и ныне там. В 91-м году приняли закон о реабилитации репрессированных народов. Там в двух статьях сказано, в статье 3 и в статье 6. О том, что территориальная целостность репрессированных народов должна быть восстановлена в тех границах, которые существовали до выселения. Никто не шевелится. То есть, что та власть советская, что нынешняя демократическая власть не собирается исполнять те законы, которые они же сами и приняли. В общем, справедливость в отношении нашего калмыцкого народа не восстановлена и ее, как я вижу, не собирается восстанавливать. Все мы знаем, что после того, как нас вернули из Сибири, нам не вернули два района – Лиманский и Приволжский. Вот до выселения в Сибирь мы граничили с Казахстаном. Приволжский район, он выходит на границу Казахстана. А мы всегда с казахами в то время, когда жили в Джунгарии, мы были их восточными соседями, они были нашими западными соседями. Потом, когда мы создали калмыцкое ханство, они стали нашими восточными соседями, мы стали их западными соседями. И самое главное, почему отобрали эти два района, да потому что по экономическому потенциалу эти два района равняются тому, что делает сейчас вся республика Калмыкия. Вот почему они возвращают нам эти два района. Они говорят там с учетом проживающих. А что у нас не проживают русские, не проживают татары, не проживают казахи. Они что, подвергаются каким-то притеснениям со стороны калмыцкого народа, что ли? Никаким притеснениям они не подвергаются. И если бы отдали нам Лиманский и Проволжский район, эти бы граждане, которые проживают сейчас на территории Лиманского и Проволжского района, так бы и проживали. Я помню на том митинге 30 лет назад, я говорил, как несправедливо поступила советская власть с нами калмыками. По числу героев Советского Союза, на тысячу человек в процентном соотношении, калмыки занимали первое место среди народа в СССР. Первое место. И это с учетом того, что мы воевали только до 1943 года. А до 1943 года советские войска отступали. Во время отступлений награды не сыпятся. А вот в 1944-1945 год, когда начали наступать, наших отцов, дедов сняли с фронтов и отправили в Сибирь. То есть в тот момент, когда сыпались ордена и медали, когда шли с победой на Европу, тогда мы уже не участвовали в этой войне. Мы были объявлены врагами народа. И до сих пор вот то, что не восстановили нашу территорию в полном объеме, да, то, что нам не возвращает эти два района, да, говорит о том, что справедливости в отношении нашего калмыцкого народа, да, нет. Но мы ее должны добиваться. В статье 6 сказано, что территориальная целостность восстанавливается по инициативе самого населения республики Калмыкия. Кто у нас представляет республику Калмыкия? Народный хурал. Но пока в нашем народном хурале сидят представители партии воров и жуликов, мы никогда не добьемся того, чтобы они на хурале приняли решение, да, о возврате наших двух районов, да, и о том, чтобы добивались исполнения своего решения в Москве. И этого мы никогда не добьемся, пока сидят воры и жулики, да, и представляют интересы нашего народа. В хурале пока сидят. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы в нашем народном хурале сидели истинные представители нашего народа, которые душой болеют за свой народ, да, и вот только тогда мы сможем восстановить нашу республику в тех границах, которые существовали до выселения, до 1943 года. Вы знаете, в 1989 году мне было 38 лет, сейчас мне 68 лет, да, и вот я сейчас могу вам сказать, что тогда, в 1989 году, да, в воздухе в СССР очень сильно пахло грозой, то есть чувствовалось, что та власть рушится, и она через два года обрушилась. Вот сейчас, в 2019 году, да, у меня такое же ощущение, да, что все, вот эта вот власть воров и жуликов, да, она начинает заканчиваться. И поэтому мы должны быть готовы к тому, к тем переменам, которые приведут к лучшему и которые дадут нам возможность восстановиться в тех границах, в которых мы существовали до выселения в 1943 году. К сожалению, не только пресса, которая представляет официальную власть, да, но и оппозиционная пресса, да, интернет-ресурсы, да, молчат про эти два района, да, как будто бы их у нас никогда не было, да. Почему молчат, мне вообще непонятно. Если мы народ, если оппозиция, да, интернет-оппозиция, да, и официально выходящая пресса, да, оппозиционная, будет об этом каждый год напоминать хотя бы раз в год, 28 декабря, да, тогда дело может сдвинуться с мертвой точки, только тогда. Поэтому я прошу представителей прессы, да, вот этот вопрос обязательно поднимать. Мне бы хотелось почтить тех товарищей старших, которых с нами нет, но которые в то время, 30 лет назад, были с нами, да, и они поддерживали нашу инициативу до возврата этих двух районов. Тогда еще не был принят закон о репрессированных народах, он был принят позже, в 91-м году, а наш митинг был в 89-м году, да. То есть мы тогда требовали восстановить нас в наших границах, в которых существовали мы до 1943 года, до выселения. Этими людьми были Бакаев Петр Доржевич, Аглай Юлия Чирович, да, Мир Ачиров. В общем, я хочу сказать, если мы, если мы не будем будировать этот вопрос, а кроме нас некому будировать этот вопрос, да, о возврате этих двух районов, да, то тогда можно считать, что мы эти два района, да, ну потеряли навсегда. У меня все. Дейнер, говорит, крипт. Эндира Гашатайдер. Дериндер, он, дейлуй, 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 дейлуй. Акмана, хайлминг-танкчеги. Домбург, Сталин. Дэнбетр, дэнер, тачистый, как дэнр. Хайлминг-танкчезы дэчет. В fueron летом, в декабре начальника гостя, когда этому мне было первым годом, я тогда была первая, в вечер году приехали потом сюда. В первую очередь, у меня еще один номер лет назад я встречал авторский, мой окрестный известный наверх. Это моя история, а вот история нашего великого народа, мужественного. Четыреста уже, в 1609, сегодня 2019, четыреста десять лет наши предки преданно стояли, стоят и сейчас воевают вплоть до Сирии. Вот его братишка три года назад погиб в Сирии, Санчиров. Командир батальона воздушно-десянтых войск. И вот этот камень, вот, тридцать лет стоит, как наших братьев, отцов, бедов, значит, читали с фронта, и вместо того, чтобы, которым еще воевали бы, у нас было не 22 героя Советского Союза было бы, а три раза больше. Потому что настолько у нас, у наших предков передалось, значит, гены, храбрости. Геннадий Борисович, вот так. Поэтому то, что мы там митинги проводим, это никакого результата не дают. Я призываю вас, большинство из вас у меня годитесь в сыновья, в дочеря, а то и во внуков и правнуков. У меня уже правнуков, он уже студентка Колумбовского университета. А у меня шесть уже, так вот, вот. Я призываю, значит, надо создавать мощное общественное движение, вот, возродим хольмых танков. Танкция государственная, холюльная, холюльская, вот так. Потому что все идет к тому, вот. Великодержавный шовинизм, так, руководство России продолжается еще. Современный Катерина II, которая начала, значит, наших предков выжимать с Волги, вон, от жигулевских горностей кочевать, так, вот. И туда, все дальше, дальше, значит, при Каспинской полупустыне. Поэтому при Убушхане уходили наши, значит, и наши 150 лет, значит, было уничтожено ханством. Только благодаря нашим великим лицемерам, обратились к которым Ленин, в 1920 году была восстановлена автономная область, да. Потому что сразу республику сделать вместе. У нас даже помещений не было для правительства. Пока строили листья, значит, в Астрахани находилось. В 1927 году только переехал у нас в правительство Домовско-Автономной области, в основе Миржневорского края. А в 1935-м стала республика. Только поднять, стали подниматься, подниматься экономикой, расти, дать образование, получать, так вот. Вот, война началась. И во время войны сволочь Сталин, значит, сослал нас. Вот так. Помогали ему первые, первые, ну, те, кто капал на калмыков, так вот. Еще в 1942 году. Это Михаил Солфов, который при Брежневе стал его правой рукой. Это серый кардинал. Он капал, он был секретарем Ставропольский, тогда назывался Ромикизевский край. Первым секретарем, членом ЦК, тогда БКПБ. Так. Ему было поручено руководство под полем и партизанском движении на северном Кавказе. Когда старого партизана достали немцев, он, он, полтора, почти два года, значит, третляре просидел, так. И провалился, значит, и чтобы свою шкуру сочки, потому что Берия уже на него, значит, имел кое-какие-то, так, он давай капать. Вот кавмыки предатели все выдали, партизанские отряды, портфольные, какие-то базы, портфольные организации, чеченые, ингуши, балкарцы, карачаевцы. Вот, вот это. И грилы все, почти целый год. И только первым, всему, значит, воровался 26 декабря кавмыков за штатами. И раскидали специально маленькими группами по пять, по шесть семей, а некоторые вообще одна-две, значит, так, по всей Сибири, до Северной, до Виталькиана, до Сахалина, чтобы не было взаимо, как же так, мир с собой общения, так. В республике уничтожили название всяких сел и поселков. Даже столицу в листу переименовались в город Северной. Так я в 53-м сосуде, в 56-м году я приехал, в 11-й год. Сохранился вот этот кинотеатр, потому что здесь было, значит, это подразделение немцев, когда 31 декабря 42-го года они приезжали, так как 28-я армия, сформированная второй раз в Астрахани, в которой было очень, несколько сотен призывников из Калмыки и наших Адамгуды. Это курсанты астраханских училищ и мобилизованные внуки из Калмыки и так далее. И вот она заступала вон через, значит, с северо-востока и с юго-востока по балкам, где Яровский пруд, колонский пруд, потому что напрямую, значит, вот где сейчас вывезти на Улан-Нарьге, там было сильно, там же аэропорт еще довоенный, мемцы использовали его, там артиллерии их, значит, танки и так далее. Поэтому 28-й алюминистопалки вот так. И 31 декабря 23 часа 45 минут. Запомните это число. Без 15-ти минут начала 43-го года была освобождена листа. В составе 28-й армии 248-я дивизия, которая стала почетной, значит, получила звание одесского, потому что одесского потом по Неране, значит, высшим орденом награждена была. И 2-го, 1-го, 2-го мая 45-го года штурмовала главные резиденции фашистской Германии. Это Министерство пропаганды Грикировской, Министерство финансово и так далее. Все это и есть документы. Но наши историки, наш ректор Салаев, к которому мы ветерина обращались, и письменно дал, и ходили на него. Слушай, создай, значит, поисковый артиллер, студентов историков. Две кафедры. Преподаватель историков, старшеклассникам, 5-го, 6-го, 4-го, 5-го курса. Давайте курсовые дипломные работы. Как калмыки, народ калмыки, любой нации. Так, на протяжении 4-х веков, защиту России, проливал кровь, отдавал жили свои ценностей. И ничего он не делает. Валера, здорово, здорово. Ничего. Валера, дудулка. Валера, дудулка. Я вам кланюсь. Подождите, дети мои. Вы большинство детей меня гордите. У меня сын, он был уже 63 лет. Он в Афгане погиб. Первый год тут, Афганской войны. Вот. Надо возродить. Теперь. Движение. Это должно быть и массово. Вот так. И зарегистрировать. И все это надо сделать, вот, в начале, в 20-м году. Вот так. И, чтобы признало руководство России, это президент Путин, Государственная Дума, Совет Федерации, правительство России, геноцид калмыцкого народа с 43 по 47-й год. Вот. Потому что больше всех вострадавших это... И... ... ... ... ... ... ... ... ... ...